Всем привет! В каждом доме есть такая полочка, ящик, шкаф и возможно вот такая комната ужаса в каждой хозяйке. Сегодня я предлагаю вам фантастическое преображение этой захламленной, плохо организованной и нефункциональной прачечной. Я хочу сделать эту комнату не просто светлой, опрятной, удобной, уютной. Я хочу сделать комнату мечты любой хозяйки. Ребята, я убрала все, что было в этой маленькой комнатушечке, практически все. Вот здесь у меня была батарея. Я не смогла удалить вот эти вот штуковины, крепежи, на которых висела батарея. Дождусь мужа, попрошу, чтобы он мне помог это убрать. Я думала, я сама справлюсь, но не справилась. Также нужно будет зашпаклевать все вот эти вот дырки, потому что я обратно не буду вешать. Здесь у меня были две полки. С этой стороны на этой стене у меня висел такой медицинский шкаф. Я еще не придумала, куда я это все буду возвращать. Здесь у меня идет лестница. Здесь есть такое небольшое пространство, где я изначально организовала вот такое вот хранение всяких нужных мне вещей в доме. Но оказалось, что это очень неудобно, потому что вот с этой стороны внизу, вот сейчас я камеру вам поверну, вот здесь у меня вот такой вот бокс. И мне он не очень нравится, но, к сожалению, я его не могу убрать или сделать меньше. Он у меня вообще был до самой стены. Я попросила, чтобы мне его обрезали по размеру трубы. И там идет вот эта вот труба центральная, центральный вентиль, да, вода. Вот это все регулируется вот отсюда. И убрать я это не могу. Также повернуть вот к этой стене я это тоже не могу сделать. Было бы идеально, если бы эту трубу, так как она идет сейчас вот так, ее развернуть, поместить вдоль стены, было бы намного лучше. Но, к сожалению, это сделать не получится. Будем исходить из того, что есть. В принципе, места довольно-таки много, но получается все неудобно. Вот эта бандура стоит посередине вот этой маленькой комнатушки. Здесь мне неудобно подбираться. Вот эти ящики нужно вот так вот наклоняться и доставать. Организации здесь сейчас никакой нету. И все просто напихано. Я вот это сейчас уберу. Довольно-таки тяжелые и глубокие вот эти вот, как они называются, они вот такие вот с ящичками. Все это я буду убирать. У меня есть другие, которые находятся в моем большом шпанере. В коридоре. Этот коридор будет переделываться. Мы уже начали искать рабочих. Поэтому скоро-скоро, как мы только найдем рабочих, как мы узнаем, сколько нас это будет по времени, во-первых, занимать, во-вторых, по бюджету, то мы будем делать ремонт на первом этаже. Кухня, коридор. Также будем делать небольшую комнату для меня, для гостей, возможно. Такая вот хобби-комната, комната-контора. Все вместе там в этой комнате будет. Но не хватает нам одной, еще одной комнаты в нашем доме. С этой стороны у меня находится стиральная машина и сушильная машина. Давайте я вас вот так аккуратненько переставлю. Вот здесь у меня, я вам уже показывала, мои любимчики, мои спасители электролюксы. Я их просто обожаю. Здесь вот такая вот столешница. И сверху у меня вот здесь еще полка. Полку я возвращать буду, но у меня были плетеные корзины большие, неудобные. Они дно вываливаются, они должны стоять где-то пониже. Или в каких-то, если есть такие вот полки в Икеи, специальные для таких коробок, там они смотрятся и они практичнее. Здесь мне показалось это непрактично, но я уже придумала, что у меня будет стоять наверху. Также вот эта вот сушилка, очень она мне нравится. Я думаю, многие знают о таких, которая просто вот так выдвигается. Вот так. Вот так она выдвигается и здесь очень удобно сушить белье. Когда вам это не нужно, вы закрываете, она такая плоская, очень-очень удобная. Ну и также на вот этой столешнице я буду все переорганизовывать. Будем сделать здесь что-то красивое. Я, к сожалению, изначально вот этот вот кран нельзя было убрать. Мы как бы не продумали, а потом уже, знаете, нужно было стену долбить, чтобы вставить это как бы вовнутрь стены. Также с электричеством, с этими счетчиками. Все получается как-то так, как есть. Поэтому буду как-то это все красиво переорганизовывать, закрывать и скрывать вот эти вот все недостатки, недочеты. Надеюсь, вам такое видео понравится, потому что я думаю, в каждом доме есть такие маленькие уголки, где-то какие-то коморки, кладовки, шкафы, в которых вы храните какие-то хозяйственные вещи. И как-то хотелось это все спрятать. И поначалу какая-то организация была, а потом все это опять превращалось в хаос. Но я думаю, что на этот раз у меня получится и будет организовано все удобно и продумано. Так вот, чтобы было действительно удобно. Пришел, взял то, что тебе нужно, вернул на то же самое место. Этого мне очень-очень не хватало. Меня эта комната очень раздражала в последнее время. В первых кадрах вы видели, какой кошмар здесь творился. Будем приступать шпаклевать, красить, а завтра будем уже организовывать в этой комнате все. Доброе утро, друзья! Я уже здесь в процессе. Покажу вам, что я уже сделала. Так, я зашпаклевала, зашпаклевала вот эти вот дырки. Надо сейчас-то будет хорошо все зачистить с этой стороны. Эту стену я не красила. Вчера покрасила один раз вот это вот пространство. Мне пришлось вот сюда подлазить и лежать просто плашмя на полу и красить. Вам, к сожалению, наверное, сейчас плохо будет видно вот этот оттенок. Ну, вот здесь, мне кажется, на контрасте хорошо видно, что здесь был бежевый, а здесь такой серый, очень приятный, слегка даже он такой холодный, лавандовый. Заклеила все такой пленкой, у меня была только пупырчатая пленка. Капорол, супер тек, семерка у меня. И она не совсем матовая, слегка есть глянец, то есть такая полуматовая. Но она очень-очень хорошая. Эта краска у меня в спальнях также покрашена. Вот, и я брала 2 литра, мне, естественно, не хватило. Сегодня муж мне еще привез одну вот такую баночку. Вот с этой стороны у меня здесь отошла краска. Видите, я вставила зубочистки для того, чтобы не потерять свои дырочки, где у меня были прикреплены полка и вот эта вот сушилка. Вот видите, я сверху красила, обходила вот эту, не снимала ее сушилку. Но я все же зашпатлевала. И теперь буду красить еще один раз. Вчера процесс я вам не показывала, потому что здесь просто не развернуться, ребят. И сегодня, надеюсь, у меня получится поставить здесь уголок штатив и показать немножко хотя бы процесса, как я это все делаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, я наконец-то справилась с покраской, с шпаклевкой. Все это я завершила. Вот такая чистенькая, красивая коморочка получается. Теперь будем ее наполнять, будем организовывать, будем делать что-то красивое. Но сначала нужно будет прикрепить вот эту полку, которая была изначально здесь. Также я повешу сушилку сюда. И с этой стороны будем придумывать какую-то организацию, чтобы это было все удобно. У меня есть такая пленка под мрамор. Я ее не нашла. Хотела заклеить эту тумбу сверху этой пленкой. Найду, заклею. Все, ребята, давайте приступать наполнять эту комнату. Сюда я планирую сделать полочку. На нее стоят какие-то базочки. Сейчас она сама с этой конструкцией шатается немножко, потому что она пустая. Когда она наполнится, она будет более устойчивая. Классная штука. Это бренд Альфа. Продается у нас в Хорнбах. С этой стороны также появилась полочка. Она тут у меня и была. Но я буду менять корзины. Взяла корзинки. Вот такие они у меня были дома. Не помню, я их в Юске покупала. Они беленькие, светлые. Мне кажется, смотреться будут намного симпатичнее. Также я вернула на место вот эту сушильную конструкцию. Мне нравится, когда закрываешь. Так все лаконично, чисто, ничего. Когда, естественно, сушишь вещи, достаточно места для того, чтобы повесить и посушить вещи. Я пока поставлю вот так корзинки, чтобы вам показать, как это будет выглядеть. Но мне кажется, мне не хватает еще одной такой же корзиночки. Мне нужно будет докупить. Организовывать все уже, скорее всего, в другом видео, потому что я очень-очень устала. Два дня я в этой маленькой комнате. Знаете, мне кажется, намного легче покрасить комнату просто со стенами, а не лазить-подлазить. Я тут пластом лежала. Но, мне кажется, уже получается очень-очень классно и свежо. В Икее я купила две вот такие корзины, самые дешевые. Я решила посмотреть, как это будет выглядеть именно под вот той столешницей. Если мне понравится, я их могу заменить или сшить более качественные вот эти оклеенки. У меня уже сил не хватает даже пленку снять. Да, нелегкая эта работа. Из болота тащить и бегемота. Так они выглядят. Это обычная оклеенка. Можно ее снять. Нет, она не снимается. Те, которые подороже, они снимаются и они тканевые. Давайте посмотрим, как это будет смотреться. Замечательно. Они легкие, легко вытаскивать их отсюда. Надеюсь, мне эта организация, которую я придумала сейчас, будет она более функциональная и удобная. То есть я просто уже замучилась этой комнатушкой. Я не знаю, наверное, в третий или в четвертый раз я так вот глобально меняю здесь все. Уборка это одно, оно так, чтобы полностью переорганизовывать. Сюда я буду тоже ставить какие-то коробки, утюг, все, что касается белья, глажка. Все это будет стоять у меня на этой столешнице. Смотрите, сколько у меня хранения теперь будет. Но с этой стороны мне нужно будет убрать вот эти вот перегородки, потому что вот это пространство я тоже хотела его задействовать. По-другому никак у меня не получится. Я сюда хотела поставить собачий корм, какие-то, может быть, ведра. И мне это пространство нужно. Вот такая вот комнатушечка получается. Пока. Скоро будем с вами ее наполнять. Так, я уже успела пожить с этой комнатой, с этой организацией. Хочу вам сказать то, что я сделала, мне очень нравится. Быстренько сейчас вам покажу то, что я уже организовала за кадром. И будем продолжать организовывать удобно эту комнату, кладовую-постирочную. Но мне нужно было съездить в Икеа, потому что мне не хватало некоторых элементов органайзера. Я вам показывала, наверное, я не знаю, как я монтировать это буду в видео, но, скорее всего, я вам показала, как я смонтировала вот такую вот полочку. Она у меня тоже из Икеа, и мне не хватало высоты, поэтому я из двух полок сделала вот такую одну. У меня осталась еще отдельная вот такая вот сама полочка без ножек. И я планирую ее прикрепить вот сюда. Тем самым я закрою вот этот некрасивый кран. Зачем я делала вот эту именно полку? Можно было бы поставить все на вот эту столешницу. Но мне очень не нравился вот этот кран. Выхода у меня другого из положения не было, поэтому я придумала вот такое вот решение. Не знаю, насколько вам будет слышно вот эту вытяжку, но надеюсь, она не сильно будет мешать. Я купила вот такой органайзер. Сначала я взяла в Икеа органайзер, который поменьше. Он у меня также есть. Я его использую для хранения каких-то длинных предметов. То есть это какая-то подарочная бумага, и она у меня хранится на чердаке. Вот эта вот конструкция, она по типу ведерка. Ее можно здесь прикрутить куда-нибудь в шифоньер, какой-нибудь поверхности. И я взяла вот этот органайзер для того, чтобы хранить свои штативы. Они у меня постоянно где-то болтаются, мешают мне. Вот такое вот решение я придумала. Конечно, это будет не находиться у меня в этой моей кладовой. Но буду показывать вам то, что я купила. Взяла два комплекта белья. Брала их не себе. У меня у сына есть друг. Он какое-то время проживал вместе с вами. И парень сейчас живет один. Организовывает свой дом, свое пространство. И он меня спрашивал, какое постельное белье можно купить и где его покупать. Я как раз была в Икее. Предложила ему вот такой вариант. Он у нас был еще и по скидкам. Здесь такая вот восточная, мне кажется, расцветка. Я взяла ему два вот таких постельных белья. Он меня попросил, чтобы было на сменку. Я считаю, что в Икее хорошее бюджетное постельное белье. После стирки оно не превращается в нечто непонятное. Ну и пошлите по домашним покупкам. Я давно, очень давно хотела себе вот эту леечку. Мне она очень нравится. Она безумно стильная. И даже поставить ее на какую-то столешницу, на подоконник, рядом с цветком, смотрится это очень красиво и очень стильно. Так я и планирую сделать. У меня не очень много растений в доме. Но возле моего цветка, который находится у меня в зале, будет стоять вот такая вот стильная леечка. Еще один такой же органайзер дворьера. Для того, чтобы сделать вот здесь такую организацию в виде ступенечки. Попробуйте. Сейчас все будем с вами собирать, скручивать и организовывать. Также я взяла еще один лимонадник, потому что одного у меня было мало. Здесь я планирую приклеить красивые наклеечки и написать, чтобы различали. Я-то буду знать, где у меня будет жидкий порошок, а где ополаскиватель. Но для моих домашних, чтобы было легче. Также я взяла вот такие вот крючочки. Сейчас покажу вам, для чего я их взяла. Брала в отделе все для кухни. Очень классные органайзеры, какие-то крючочки, какие-то подставки, полочки. В Икее можно найти очень много всего полезного. Я туда часто заглядываю, когда мне нужно организовать пространство. Я всегда еду в первую очередь в Икее. Если я не нахожу это там, то я еще и в других магазинах. Но это бывает очень редко. Икее это просто кладезь всяких органайзеров, контейнеров. Просто я обожаю этот магазин. Также я взяла 4 вот таких контейнера. Потому что те контейнеры, которые я уже здесь у себя поставила в пассирочной, я их принесла с других комнат, с других шкафчиков повытаскивала. Но купила, чтобы и там, где они изначально были, тоже они присутствуют. Обожаю вот эти вот контейнеры. Они очень-очень качественные. Хороший пластик. Смотрятся очень аккуратно, опрятно. Просто обожаю и киевские контейнеры. Но сейчас мы будем раскладывать все по своим местам, организовывать. Все, приступаем. На верхней полке я решила разместить вот эти коробки. Они белого цвета. Насколько же это смотрится свежо, освежающе. Потому что те бежевые коробки, я очень люблю, конечно, оттенок дерева. Но они смотрелись очень грузно там. И в первой коробке у меня будет все для волос. Я крашу волос самостоятельно дома. Поэтому мне нужны эти все предметы, чтобы они были в легкой доступности. Коробка номер два. Здесь у меня высокие бутылки, какие-то спреи для текстиля, спирт и тому подобное. Тоже они иногда пригождаются. И когда они были в ящиках, то они часто куда-то заваливались, закатывались. И я их постоянно теряла. Здесь у меня в этой коробочке, я точно их найду. С легкостью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Скручивая полочку, которую я вам показывала ранее, она очень легко собирается и вот о этой ступенечке я вам говорила. Мне очень нравится, когда средство для стирки пелья, жидкий порошок, находится вот в таких лимонадиках. Мне кажется, это выглядит очень благородно, уютно, красиво и, конечно же, я посмотрела эту идею в Пинтерест. Особенно американские блогеры-хозяюшки очень любят использовать этот метод, обустраивают так свои постирочные комнаты. И мне понравилась эта идея, решила применить ее у себя в доме. В красивой баночке я поместила также ваниш. И вот в этой коробке у меня все то, что мне нужно для стирки. Салфетки, мячики, освежитель от Electrolux. И нужно будет еще принести эфирное масло, потому что накапать пару капелек на вот эти мячики и запустить их в центрифуге, очень-очень классный аромат получается. Посмотрите, какая великолепная комната уже получается. Этот уголок меня просто радует, эти светлые коробки. Уютно как-то все. Очень-очень рада, что я наконец-то сделала это. Салфетки, мячик, мячик, мячик. Салфетки, мячик, мячик. Салфетки, мячик, мячик. Здесь я повесила медицинский шкаф. Он у меня здесь раньше и висел, но чуть-чуть ниже. Теперь я его прикрепила полностью вот под вот этот потолок. У нас медицины немного. И поэтому, слава богу, медицинский шкафчик, он очень-очень классный. Как-то купила его в магазине Lidl. И здесь у меня вот такая вот организация. Я убрала с этой стороны все полки. Единственное, что мне сейчас не хватает полочки сверху. Шампунь и всякое такое я организовала в первый ящик. Вот так. Также мне очень нравится разделять, убирать упаковки. Я вот убрала упаковки от вот этих штучек для туалета. И здесь у меня запасные еще варежки. Конечно же, у меня всегда есть липкая лента, вот эти рулоны. С запасом даже. Потому что собака, шерсть, естественно. Я здесь буду хранить свои овощи. Вот у меня здесь морковь, картофель, лук и чеснок. Также организовала вот эти контейнеры. Но этот контейнер, как вы видите, разделила вот такими бумажными продуктовыми пакетами. Здесь у меня не очень влажно, поэтому овощи не портятся. Раньше у меня была организация в похожих ящиках. Вот здесь, под вот этой столешницей, несколько лет уже. И овощи у меня не портились. Я не покупаю много картофеля, не покупаю много овощей. Каждую неделю что-то докупаю, поэтому они не успевают у меня просто испортиться. Здесь у меня осталось еще немного места. Возможно, тоже какие-то овощи туда поместить, когда они будут. Здесь я организовала этот выдвижной ящик. Он очень тяжелый, потому что здесь у меня кое-какие инструменты, которые могут пригодиться. Метр, вот какие-то шуруповерты, дрель, фонарик. Здесь у меня масло для лестницы, которое я никак не покрою. Какие-то запасные винтики, шурупчики. Ну, то, что может понадобиться мне. Также у меня здесь вот такой степлер лежит. Вот этой дрелью мы не пользуемся. Она слабовата, потому что вот эта очень мощная. Нужно ее будет продать. Она практически новая у нас. Вот. И, да, молотки. Нужно добавить сюда пару отверток, потому что я туда поставила тот кейс с инструментами. И отвертки каждый раз доставать, конечно, неудобно. Ну, а здесь у меня вот такая вот организация еще получилась. Здесь у меня контейнер со свечками. Вот. Еще нужно будет докупить вот такие вот свечки. Чайные свечи, они называются. Дополнительные удлинители. Здесь у меня... Что у меня здесь? А, здесь у меня бинты. Скакалка. Скоро начну прыгать. Давно не занималась вообще ничем. Здесь у меня также я разместила вот такое колесико. Классно качать живот. И здесь у меня какие-то такие медицинские пластыри. Что-то такое, что не поместилось у меня в мой медицинский шкаф. Вот. Вот такая вот коробочка еще получилась. Но я знаю, что она здесь и в легкой доступности. И здесь у меня небольшие две коробочки получились с запасными лампочками, какими-то батарейками. Все хорошо, удобно, организовано. И этим ящиком я буду пользоваться не часто. На эту столешницу я хочу поставить корзину с бельем, который нужно будет гладить. И да, она будет закрывать вот этот ящик, но мне он не нужен каждый день. Вот такая вот организация получилась. Сейчас, естественно, у меня стоят мои вазочки, какие-то подсвечники еще на подоконниках, потому что вот здесь нужна срочно полочка. Крючки, которые я вам показывала, я купила в Икеа, называются они Кремус Форш. Они вот такие. Знаете, для чего они мне были просто необходимы? Их можно повесить вот сюда. Вот так. Вот такая вот штуковая есть, да? Можно повесить ее сюда. Раз! Она у вас симпатичненько вот так будет висеть. Также практически во всех швабрах есть вот такие вот петельки. Швабру повесили, она у вас нигде не болтается. И просто это идеальное решение. Нигде не надо ничего в стенах дрелить. Вот, смотрите, вот тоже новая моя швабра от Вильеда. Также шлеп и вуаля! Посмотрите, вот так получается. Шикарно! И по длине просто идеально подошло. Но я планирую швабры сушить на этой стороне, а потом их прятать за вот этот шкаф. Тут тоже есть местечко. И еще одно супер-классное решение для того, чтобы что-то подвесить, можно использовать вот такие вот крючки. Ничего не нужно вам тоже дрелить, прибивать, сверлить. Это вот такая вешалка, которая вешается на дверь. И вы можете ее использовать не только для вещей. Смотрите, что я придумала. Вешаем эту штучку на дверь. И моя гладильная доска мне постоянно мешала. Куда-то ее притулить у меня не получалось. Она мне везде занимала место. Стояла, конечно же, она у меня вот в этой кладовой. Но я придумала вот такое решение и считаю, что это вуаля! Гениально! Мне она не мешает, двери она тоже не мешает. Дверь прекрасно закрывается. открывается. Немножко она пошлепывает. Можно ее вот сюда, ближе к ручке. Тогда она не будет болтаться. Я считаю, это идеальное решение. Давайте покажу вам уже полностью готовый результат. Конечно же, можно здесь дорабатывать и обновлять какие-то органайзеры, придумывать, как-то это все менять местами. Но я хотела вам показать результат, что даже в очень маленьком пространстве можно организовать и придумать все так, чтобы это было удобно для вас. Я несколько лет переставляла, передвигала, меняла органайзеры, находила для себя те вещи, которые бы мне действительно подходили в эту комнату. Эта комната не просто маленькая, она еще вот с такими скошенными навесными вот этими потолками. Здесь развернуться на самом деле негде, но все равно я придумала много очень классных решений, которые будут освобождать пространство. Я здесь спокойно смогу стоять и складывать вещи, на меня ничего не будет падать, мне ничего не будет мешать. Конечно же, такая организация, она намного упрощает вашу жизнь, вам хочется заходить в эту маленькую комнатушку. Вот такая комната у меня получилась, я надеюсь, я вас замотивировала на порядок у себя в маленьких пространствах. Я думаю, у каждого в доме есть такая маленькая комнатушка или какой-то шкаф, где постоянно беспорядок. Я навела в своей комнате порядок, теперь буду с огромным удовольствием проводить здесь время, то, которое я проводила до этого, и меня все раздражало, на меня все падало, но сейчас я буду это делать с огромным удовольствием. Надеюсь, вам такое видео понравилось. Если это так, не забывайте меня поддерживать своими пальчиками вверх, подписывайтесь на мой канал, у нас перейти будет много интересных и организационных таких видео, и каких-то мотивационных, так что, ребят, я на этом с вами не прощаюсь, а говорю вам до свидания, всем пока, до новых встреч, увидимся скоро. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»